Сегодня я рада вам спеть о том, что мы предлагаем вам новые препараты для ухода за грудью, для ухода за шеей и декольте, которые мы выпустили в этом году. И я вам расскажу немного, почему мы решили сделать новые профессиональные препараты для ухода за шеей и грудью. И какими мы их сделали. Надеюсь, они вам понравятся. Итак, что же отличает область шеи и область декольте от области лица? Почему нельзя ухаживать за шеей и декольте так же успешно, как и за лицом, с помощью одного и того же крема? Здесь достаточно много причин. Во-первых, кожа шеи и кожа области декольте отличаются от кожи лица и от кожи тела достаточно заметно. Так как у этой зоны есть определенные анатомические особенности. Область шеи подвергается постоянному скручиванию. В течение дня мы крутим головой все время, реагируя, пусть даже минимально, на какие-то аудиостимулы, визуальные стимулы. Когда мы что-то слышим или видим рефлекторно, человек поворачивает голову к источнику звука или к источнику какого-то дополнительного раздражения. Мы все время стараемся адаптировать положение в пространстве, изменять положение в пространстве. И один из таких помогающих анатомических диванцев, приспособленных для этого, это шея. Мы все время наклоняем шею, вытягиваем шею, сгибаем ее. И бесконечно кожа подвергается сминанию. В течение дня кожа сминается десятки раз, сотни и может быть даже тысячи раз у особо подвижных людей. И естественно это не может не накладывать отпечатка на то, как выглядит кожа потом. Для того, чтобы это было удобно делать, для того, чтобы человек не испытывал дискомфорт. Так как и у любых животных, у любых млекопитающих с длинной шеей, кожа имеет свои особенности. Конечно, у человека кожа не такая длинная, как у жарап. Однако, особенности кожи этой слоны отличают в принципе всех позвоночных млекопитающих. Известно, что шейный отдел млекопитающих, всех от жарапа до мыши, насчитывает 7 позвонков. И строение шейных мышц тоже достаточно похоже. Соответственно, и особенности кожи, в широком смысле этого слова, как гиподерма, так и дерма и эпидермиса, тоже присутствуют. Какие же основные особенности отличают кожу шеи и кожу верхней части декольте от кожи области лица и от кожи тела? Во-первых, в коже шеи верхней части декольте в принципе меньше эластиновых волокон, она менее плотная. Структура соединительной ткани этой зоны более рыхлая. Дерма более тонкая. Все это необходимо для того, чтобы кожа могла легко следовать за движениями мышц, за движениями позвоночника. И в силу этого, конечно же, кожа области шеи и кожа области декольте стареет раньше. И изменения, которые мы называем возрастными изменениями, на коже этой зоны зачастую более заметны. И достаточно часто мы видим несоответствие, достаточно молодое лицо, а при этом шея возраст выдает. Кожа более тонкая, более дряблая, на ней уже сформированы морщины. Даже можно увидеть разницу в цвете кожи области шеи и кожи области лица. Лицо еще яркое и свежее, а кожа начинает приобретать такой легкий желтоватый восковидный подтон, который связан с тем, что уходит глубокая увлажненность, уходит объем слоя, в котором много гиалуроновой кислоты. Кроме анатомических особенностей, этому способствует и то, как мы к этой области относимся. Во-первых, область шеи и область верхней части декольте часто открыты. Летом, весной женщины любят носить красивое декольте, любят обнажать шею. Только в основном женщины достаточно значительного возраста, которые отмечают уже определенные изменения в области шеи, начинают ее закрывать с помощью шарфиков, высоких воротников. В молодости в основном все шеи любят показывать. Естественно, когда область шеи постоянно открыта, на нее влияют все внешние факторы. Начинают относительно из обидных, допустим, ветреная погода. И если это происходит не ежедневно, то кожа шеи от этого не очень страдает. И заканчивая факторами, действительно, довольно опасными. Например, солнечным излучением, которое на область шеи, на область груди влияет достаточно сильно. И очень многие женщины этим пренебрегают, так же, как и мужчины. И наносят солнцезащитные препараты на эту область недостаточно, в меньшем количестве. По остаточному принципу нанесли, как следует, защиту на область лица. И чуть-чуть то, что осталось, мазнули на шею и забыли заднюю поверхность. Мазнули только быстренько вперед. А то и вообще ничего не внесли. И от солнца эту зону не прячут. Ни на пляже, ни во время прогулок. И бывает, что тело защищено одеждой или кремом. Лицо защищено нанесенным солнцезащитным кремом. Какой-то, может быть, даже декоративной косметикой, тональным средством, защитным фактором. Солнечные очки, большая шляпа с широкими полями. А шея остается подвергаться сжигающему действию солнца. А шее редко достается качественный, активный косметический уход. До тех пор, пока шея не начала тревожить, пока на коже шеи не появились первые морщины, пока она не стала выглядеть хуже, чем выглядит лицо, женщины мало заботятся об уходе за этой зоной, к сожалению. И часто экономят, наносят препараты для ухода только на кожу лица. На шею наносят очень редко или не наносят вообще. Очень мало используют обновляющие, стимулирующие по-настоящему средства. Даже женщины, которые делают пилинг лица раз в неделю в домашних условиях, практически никогда не делают одновременно пилинг шеи и пилинг области декольте. Исключение, к сожалению, все еще довольно редкое. Кроме того, области шеи и области декольте не всегда обостается профессиональный уход. Тоже есть такие ситуации, когда косметолог немножко забывает об этом или работает только с передней поверхности шеи, забывая о боковых поверхностях, забывая о задней поверхностях. Особенно у неопытных косметологов есть такая ошибка. И даже можно увидеть, когда клиент выходит из кабинета, иногда есть разница цвета задней поверхности шеи и передней поверхности шеи. Я это видела у европейских косметологов неоднократно. И все эти особенности анатомии, особенности ухода, они сказываются на том, как шея выглядит. И в какой-то момент, когда женщина замечает те изменения, которые произошли с кожей этой области, она начинает думать о том, что же с этим делать. Какие есть средства для того, чтобы как-то восстановить кожу этой зоны. Я обычно советую в первую очередь восстановить нормальную схему, грамотную, качественную схему косметического домашнего ухода за этой зоной. Не нужно сразу бежать оперироваться. Не нужно сразу бежать делать какие-то дорогостоящие, травмирующие процедуры. Давайте сначала посмотрим, как за этой зоной ухаживать. Научим клиентов делать пилинг этой зоны еженедельно. Покажем им, какими движениями это делать, какие препараты применять. Например, как использовать энзипил для этой зоны. Обязательно кожа должна быть влажная, кожа должна быть теплая. Энзипил мы наносим восходящими движениями, оставляем на 6-7 минут. Можно перед, как наносить энзипил, сделать на оба шеи теплым компресс с теплым махровым полотенцем важным. И затем через 6 минут массируем круговыми движениями, всегда с ним вверх, затем смываем водой. Естественно, это можно делать одновременно с лицом. Можно делать одновременно с лицом, не забывая об этом. И для того, чтобы восстановить характеристики кожи максимально, насколько это возможно, и главное, для того, чтобы предупредить развитие возрастных изменений, мы сейчас разработали новый крем, который назвали Armandec. Крем, да, он так называется на английском и на французском, и на русском языке. И Armandec – это арматура, да, армирование этой зоны. Мы это слово использовали, как вы помните, и для концентрата Armandec. Armandec – это концентрат, который создан для того, чтобы предупредить старение, для того, чтобы уменьшить проявление старения. И на базе стволовых клеток утвеля Шпаклаубер, аспирина и ресвератрола. У нас есть маска Armandec на базе эпидермального фактора Роспорт. И у нас есть крем Armanderm, армирующий кожу, крем для сухой кожи. И вот сейчас у нас есть еще крем Armandec, армирующий кожу шеи и верхней области декольте, крем. Как у нас стали замечать английские косметологи, да, A for age. А обозначает возраст. Возраст по-английски age, да, начинается с буквы А. И действительно, это препарат предупреждения проявления старения и коррекции тех проявлений, которые уже появились. Этот крем обладает питательным кремом, он хорошо увлажняет. И главное, он уменьшает выраженность морщин и выравнивает цвет и текстуру кожи. Пользоваться им нужно ежедневно, да, мы рекомендуем им пользоваться два раза в день, наносить небольшое количество восходящими движениями на кожу области шеи и немного на коже в верхней части области декольте или полностью на декольте. Номер 7, который вы видите рядом с буквами АН, обозначает то, что этот крем, так же как и крем для лица, наносится на финальном этапе ухода. Он завершает домашний уход за кожей. Флакончик, в котором этот крем предлагается нашим клиентам, это все тот же флакон Эйрлес, да, с вакуумной помпой, в котором нет поступления воздуха внутрь. То есть препарат сохраняется в полностью антисептических условиях. Эйрлес помпа очень экономная, как вы знаете, да, при каждом нажатии платформа нижняя поднимается вверх, и когда препарат заканчивается, на стенках практически ничего не остается. Емкость флакона крема для шеи 50 миллилитров, этого достаточно на 2-2,5 месяца использования при стандартной, да, скажем так, шее. Если шея экстремально длинная или экстремально объемная, наверное, крем закончится чуть-чуть пораньше. Что входит в состав крема? В первую очередь, это эмульсия, созданная на базе масла сладкого миндаля. Я вообще очень люблю это масло, и надо сказать, что качественное масло сладкого миндаля само по себе является активным косметическим ингредиентом. В косметическом мире, да, существует деление, и масло миндаля тоже бывает разным. Мы используем масло сладкого миндаля, которое мы нашли в Испании. Оно наиболее мощное по антиоксидантным свойствам и довольно радикально отличается от масла горького миндаля, которое нередко тоже используют для производства косметических средств. Но его противовозрастные свойства выражены гораздо меньше. И кроме того, в его состав входит соединение, которое называется цианиды, да, в том числе кожи области шеи. Мы используем сладкий испанский миндаль, который обладает очень выраженным, соединяющим и питательным действием. А главное, жирные кислоты, которые входят в состав миндального масла, они очень похожи на те жирные кислоты, которые свойственны липидным конвертам нашей кожи, в том числе кожи области шеи. И эти липидные конверты, да, это те же жирные кислоты, которые использует молодая кожа для того, чтобы закутать кератиноциты и выровнять вот поверхностную структуру, создать эту защитную мантию. И поэтому, когда вы регулярно используете препараты на основе масла сладкого миндаля, кожа, видимо, разглаживается. И у нее восстанавливаются защитные функции. Вы на это обратите внимание, когда вы будете умываться и увидите, как через пару недель по коже начинают скатываться капли, да, видно, что есть выраженная защита, да, защитная пленка, которая защищает в том числе от воды кожу. Масло сладкого миндаля мы обогатили активной формой витамина Е, токофириоцитатом. Так же, как в креме Армодерм, мы используем 4% витамина Е. Это максимальная концентрация, которая разрешена на сегодняшний день для использования в косметических препаратах. Концентрации более высокие используются уже для лечения кожи, поврежденной во время лучевой терапии. Да, для здоровой кожи они не нужны. Но высокая концентрация витамина Е обладает очень выраженным стимулирующим действием. Да, это мембранопротективное действие, он усиливает регенерацию кожи, усиливает синтез коллагена, усиливает синтез эластина в коже, восстанавливает текстуру и восстанавливает защитные свойства кожи, которые пострадали или повреждения ультрафиолета. Витамин Е – это один из самых мощных противовозрастных ингредиентов, один из самых мощных ингредиентов регенерантов, да, те, которые восстанавливают собственные заживляющие свойства кожи. Еще один интересный ингредиент, который мы использовали в этом препарате, это пальметаил тетропептид-7. Мы этот пептид не использовали до сегодняшнего дня. Первый препарат, в который мы его ввели, это препарат для ухода за кожей грудью, это новый пептид. Он активизирует синтез всех структурных элементов кожи. Относится он к ремоделирующим пептидам, он усиливает синтез и коллагена, причем именно коллагена первого и третьего типа, усиливает синтез эластина, гиалуроновой кислоты, глюкуроновой кислоты и в принципе заполняет внеклеточный матрикс. Что нам в этой области очень нужно? Нам нужно восстановить плотность кожи. Структура сама по себе кожа довольно рыхлая и с возрастом она теряет плотность и теряет эту упорядоченную ячеистость. И наша задача в том, чтобы с помощью пептида нашить нового коллагена и заполнить вот эти коллагеновые ячейки матриксом из гроновой кислоты и глюкуроновой кислоты, который будет удерживать влагу. С помощью пальматаилта тропептида-7 эта задача вполне посильная, конечно, на это требуется несколько недель для того, чтобы увидеть ощутимые и видимые результаты. Но уже через несколько недель ежедневного ухода вы увидите, как морщинки становятся тоньше, меньше, разглаживаются и становятся все менее и менее заметными. Одновременно кожа становится более упругой, более плотной. И, наконец, в состав крема входит кристаллическая биоцеллюлоза, та, что формирует каркасную вуаль. Здесь используются такие микро-ниточки целлюлоза, которые, когда вы покрываете кожу кремом, высыхают и формируют на ней такую прозрачную ткань, да, которая покрывает кожу, защищает ее от всех внешних факторов и дает такую дополнительную подтягивающую одежду. То есть такой невидимый лифтинг. В течение нескольких часов каркасная вуаль на коже сохраняется, да. И, конечно, если наносить высокий воротник, то вуаль это может повредить. Но, если вы носите какие-то шелковые платки, если оба шеи у вас открыта, то крем создает такую невидимую защиту для кожи. Для того, чтобы эта защита создалась, очень важно наносить крем правильно. Да, когда вы наносите крем, не нужно его массировать как-то круговыми движениями. Наносить надо широко, восходящими движениями снизу вверх, чуть-чуть растягивая, потому что как высохнет крем, так он кожу и натянет. И на область декольте также наносим движениями от центра к плечам. На полное высыхание крема требуется полторы-две минуты, да. После этого уже можно смело одеваться. Крем уже сел, да, и защищает в окоши кожу, снабжает ее необходимыми веществами, лечит ее с помощью витамина Е. И стимулирует с помощью нашего нового пептида, пальметаилтетропептида-7. Второй препарат, который мы выпустили, это препарат для ухода за грузью. Грудь для нас, конечно, это зона особого внимания. И, к сожалению, так же, как и область шеи, область груди косметически страдает больше, чем все остальные части тела, да, и лицо. Почему это происходит? Кожа груди обладает повышенной растяжимостью. Ни одна область человеческого тела не меняет объем так, как это делает женская грудь. У некоторых женщин, да, по исследованиям, площадь кожи груди увеличивается в 2-2,5 раза во время беременности и лактации. То есть представьте себе, если бы у нас это происходило с кожей лица. Лицо в 2 раза учу, что у многих женщин, да, грудь возвращается более-менее к тому, какой она была до начала этого прекрасного периода. У многих женщин во время цикла, да, ежемесячные циклические изменения также приводят к увеличению объема груди, так как возникает теление микроциркуляции, некоторая отечность в области молочной железы. И в последние дни цикла площадь кожи груди может увеличиваться на 25 и даже на 30%. Это может происходить ежемесячно. И, конечно, кожа на это реагирует. Да, невозможно играть на гармошке вот так вот каждый месяц на несколько дней без того, чтобы кожа на это не отреагировала, чтобы мы этого не почувствовали. Сама по себе молочная железа и покрывающая ее жировую клетчатку – это рыхлые, мягкие структуры, да, они не держат кожу, не натягивают ее, никакой фасции там нет. Чем больше грудь, тем больше, к сожалению, силы тяжести, да, ее тащит вниз. Жизнь несправедлива, как вы помните из школьного курса физики. Ф равно М, умноженное на Ж, Ж – это всегда константа 9,8, и Ф, сила, всегда зависит только от М массы. Чем больше масса, тем больше будет растягивать гравитация в кожу этой зоны. Ну и, наконец, так же, как и оба шеи, оба груди страдает от недостаточного внимания, от недостаточного ухода. Женщины редко пользуются специальными кремами для груди. К сожалению, очень многие женщины носят неправильно подобранное белье, которое не удерживает грудь в течение дня. Или вообще не носят белья. Да, это нехорошо для груди, потому что тогда гравитационный птоз будет развиваться гораздо быстрее. Наоборот, надо пользоваться тем, что есть возможность поддерживать грудь, да, в отличие от лица. Мы не можем носить специальные повязки, да, как в средневековом усилии. А для того, чтобы удерживать область овала. А с областью груди это вполне социально приемлемая причина. Но белье должно быть правильно подобранным. Не сдавливающим, удерживающим, правильно распределять нагрузку и так далее, и так далее. Ну и наконец, практически никто, да, не использует, и женщины единицы используют профессиональные косметические средства. Даже те, кто пользуется кремами для ухода за грудью, да, или какими-то средствами для ухода за грудью, нередко покупают их довольно случайно в магазинах, в аптеках, не по совету косметолога. А многие женщины ограничиваются просто нанесением углажняющего крема на эту зону. К сожалению, не может обеспечить полноценного эффекта, потому что здесь вопрос не в сухости. Здесь вопрос не в состоянии эпидермиса. Здесь сама проблема, которая приводит к потере тонуса, она лежит, естественно, на более глухом уровне. Здесь нужно поддержание, регенерация глубоких слоев эпидермиса и дерн. Что мы включили в наш крем Армагдюст? Да, опять мы используем слово Арма, потому что и здесь мы армируем, и здесь мы стараемся удерживать кожу от возрастных изменений и уменьшать те изменения, которые уже появились. Крем этот обладает питательным, увлажняющим свойством, при этом восстанавливает и улучшает форму груди, уменьшает выраженность признаков возраста и даже уменьшает выраженность растячек. Вы увидите выравнивание цвета и текстуры кожи уже в первые дни применения, а затем через несколько недель применения вы увидите и все остальные эффекты. Мы рекомендуем вам пользоваться каждый день, лучше всего утром и вечером. После достижения эффекта, когда вы смотрите на свою грудь и считаете, что вот она устраивает меня, так как есть сейчас, можно переходить на использование один раз в день. Флаконы крема тоже вакуумные, безвоздушные, но большие, 150 мл. Для того, чтобы хватало надолго. В зависимости от объема груди, одного флакона будет достаточно на 2, 3, 4, может быть 4,5 месяца ежедневного использования. Что же входит в состав? Мы сделали такой достаточно богатый препарат. Он представляет собой гель эмульсиум, такой вы увидите, достаточно нежный и похожий по текстуре на наш дермофил. Основу его составляет полисахариды речных микроводорослей. Там много глюкуроновой кислоты и много глюкомонова. Это вещества, которые хорошо удерживают влагу и похожи по своему эффекту на гиауроновую кислоту. На основе микроводорослей нано-кворопсис-акувата, которые нашли не так давно в одной всего реке, они существуют только в устье небольшой реки в Андалузии. И выяснилось, что эти микроводоросли обладают очень выраженным регенерирующим действием. При этом они хорошо влияют в том числе и на рубцовую ткань, поскольку усиливают синтез коллагена первого типа. И вот из этих микроводорослей создали комплекс биотехнологический, который называется PEPHOTITE, подтягивающий комплекс. Он одновременно создает каркасную влагу для кожи, так же, как мы делаем с помощью целлюлоза для кожи шеи или для кожи лица в креме армадур. Но попутно он обладает выраженным терапевтическим корректирующим эффектом. Влияет на состояние кожи в области растяжек, усиливает тонус, усиливает упругость. Вот так вот микроводоросли выглядят. У него крошечный размер 10 минус 6. Устья этой речки обладают таким необычным трубянисто-зеленым цветом. Вода в нем обладает именно из-за высокого содержания микроводорослей. Второй ингредиент, который мы использовали, это кигелин. Экстракт африканской кигелии мы использовали максимальное количество, 2%, разрешенное на сегодняшний день. Экстракт африканской кигелии имеет давние традиции использования. В Африке и на некоторых островах архипелага, на Мадагаскаре в частности, экстракт плодов кигелии африканской, который еще называли колбасным деревом, это одно из приличных названий, поскольку сами плоды такие огромные, колбасы, свисающие с веток. И вот мякоть этих плодов традиционно использовали для нанесения на грудь, поскольку давно отметили местные жители, что если женщина наносит на грудь мякоть плодов регулярно, то грудь у нее не стареет. И вы знаете, неоднократно видели, я думаю, на фотографиях этнографических, видели в каких-то передачах научно-популярных, что у африканских женщин грудь обычно представляет собой такое довольно печальное зрелище, два мешочка, они рано очень рожают, много кормят по нескольку лет, и кроме этого грудь подвергается постоянному воздействию солнца. Но у женщин, которые наносили себе на грудь мякоть плодов африканской кигели, эти изменения не возникали. И грудь оставалась плотной, упругой даже после рождения многих детей и после многолетнего кормления. Выяснилось, что да, этому есть научное объяснение, поскольку молекула, которая называется кигелин, которая типична для мякоть и плодов африканской кигели, она очень положительно влияет на состояние микрокапилляров кожи, области груди. И она действительно повышает тонус и повышает плотность и упругость глубоких тканей. Вот вы видите здесь на картиночке, да, это результат трехнедельного применения препарата. И вы видите, что область груди изменяется, да, происходит восстановление тонуса и даже есть некоторый подъем соска только на применение наружного препарата. Мы включили в этот препарат также тот же самый пептид, который использован для шеи, да, новый регенерант, пальметаилтетропептид-С, мощнейший пептид, который усиливает синтез коллагена, эластиногиалуроновой кислоты. И, наконец, мы добавили новую форму витамина С, да, впервые мы в наших препаратах использовали витамин С, и мы взяли новейшую форму, которая называется аскорбилтетроизопалиметат. Это соль изопалиметиновой кислоты, которая не дает витамину С проявить свои эксфолиирующие свойства, да, не дает работать как кислота. Он работает направленно на глубоких структурах дермы, усиливает регенерацию после повреждения солнцем, да, и в экспериментах показывают, что происходит полное восстановление клеточных структур, в том числе и ДНК при нанесении аскорбилтетроизопалиметата после солнечного ожога на кожу экспериментальных животных. Усиливает регенерацию, усиливает упругость кожи и дает эффект осветления и выравнивания, что тоже, конечно, для нас очень приятно, особенно когда идет речь об области декольте. То есть это такой препарат, который предназначен для того, чтобы восстановить характеристики кожи, для того, чтобы грудь снова стала упругой, да, насколько это возможно, чтобы она подтянулась, да, кожа стала плотнее, уменьшились проявления растяжек, и чтобы декольте снова стало таким гладким, красивым, роскошным, таким, каким оно было в молодости, чтобы оно выглядело ухоженным. И я надеюсь, что ваши клиенты полюбят наши новые препараты, да, и надеюсь, что и вы их оцените по достоинству, потому что, как я считаю, это такое новое поколение препаратов для ухода за этой зоной, созданное на основе биоальянса, то есть мы используем биотехнологические ингредиенты, да, пептиды, научно созданные с помощью таких хай-тек технологий, биотехнологические комплексы, но одновременно мы используем органические растения, да, и органические какие-то натуральные вещества, для того, чтобы получить максимально безопасный, но при этом мощный эффект омоложения и восстановления качества кожи. Буду очень рада, если вы полюбите наши новинки так же, как вы любите наши препараты, которые мы выпустили два года назад. Спасибо большое за внимание и прощаюсь с вами.